Не только дома или заброшенные здания могут быть населены призраками. Известно множество случаев, когда около автомобиля постоянно исчезали дети или погибали люди. И сегодня я расскажу о пяти автомобилях, в которых поселились призраки. Поехали! Прыгающий автомобиль из Кейптауна. Когда автомобиль начинает двигаться сам по себе, скорее всего, это не предвещает ничего хорошего. Но однажды в южноафриканском городе Кейптаун члены одной семьи и их гости проснулись посреди ночи от громкого шума. Когда люди вышли посмотреть в чем дело, то увидели, как по двору ездит автомобиль их гостей. Сломав массивный забор, он все же остановился. И, конечно, хозяева и их гости сразу подумали о попытке угона. Но они обомлели после того, как осмотрев салон, не нашли никого в середине. Кроме того, эта машина была закрыта, а окна и замки целы и невредимы. Даже ручник был поднят. Несмотря на всю странность этой ситуации, владельцы автомобиля все же вызвали полицейских, которые не поверили ни одному слову пострадавших. До тех пор, пока автомобиль не воспламенился сам по себе на их глазах и не начал издавать странные ревущие звуки. В результате проведенного расследования все же выяснилось, что стартер автомобиля был неисправен. Он и стал причиной этих событий. Под вопросом осталось только одно. Ревущие звуки, которые такая неполадка вряд ли объяснит. Проклятый автомобиль Франца Фердинанда Ни для кого не секрет, что убийство Эрцгерсага австрийского Франца Фердинанда стало предлогом к развязыванию Первой мировой войны. Но более интересен автомобиль, в котором его убили. Как это ни странно, но жизни всех водителей, владевших этим автомобилем, трагически обрывались. После гибели Франца в течение 12 лет у этого автомобиля сменилось 15 владельцев, 12 из которых попали в смертельные автокатастрофы на этой же машине. 13-й же владелец, австрийский генерал, вскоре после приобретения проклятого автомобиля сошел с ума и скончался. А 14-й, на 9-й день после покупки, задавил двух крестьян и въехал в дерево. Также известны случаи, когда близкие люди владельцев просто кончали жизнь самоубийством. Посмотрим теперь, что случится с 15-м. История Черной Волги Кто был владельцем Черной Волги, неизвестно. Некоторые говорили, что это были священники, другие, что монахини. Третьи клялись, что это были поклонники сатаны. Ну а по словам остальных, за рулем сидел сам дьявол. Черный лимузин марки Волга, с белыми дисками и занавесками, всегда появлялся из ниоткуда. А по словам некоторых свидетелей, иногда на месте зеркал заднего вида можно было увидеть самые настоящие рога. Эта Волга похищала детей и убивала любого, кто к ней приближался. Иногда это случалось мгновенно, а порой жертва таинственным образом погибала ровно через сутки после встречи с этим автомобилем. Никто не знал, почему ей нужны были дети, но есть предположение, что они продавались богатым арабам, которым нужна была кровь для лечения лейкемии. Но также возможно, что детей просто забирали для извлечения и продажи их органов. Миф о Черной Волге был широко распространен на территории России, Беларуси, Украины и Монголии. Однако, несмотря на показания многих свидетелей, так и не был доказан. Не менее известная история произошла и на другом континенте. В 1963 году в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди. Весть об этой драме потрясла Америку. Преступников в скором времени нашли. Им оказался маньяк-одиночка Ли Харви Освальд. Но никому не пришло в голову, что сообщником убийцы американского президента можно было бы по праву назвать лимузин, в котором он ехал. Из материалов дела известно, что автомобиль был исправен, иначе, впрочем, и быть не могло. Но в роковой момент этот исправный лимузин вдруг встал как вкопанный и оказался идеальной мишенью. Только когда выстрелы прекратились и Жаклин Кеннеди вскрикнула «Боже мой, они убили Джона!» Этот лимузин тронулся с места. Об этом, кстати, говорил также и сенатор Макмиллан, но его тогда не послушали. По словам следующего президента Джонсона, с автомобилем часто происходили странные ситуации, которые многие списывали на злой рок и проклятие, родившиеся в салоне этого автомобиля одновременно со смертью Кеннеди. В 1978-м лимузин был помещен в музей Генри Форда. Кстати, некоторые люди так и не приближаются к этому лимузину в конце ноября, потому что это смертельно опасно. Порш Спайдер Джеймса Дина В 1960-м году на одной из платформ железнодорожного состава, который направлялся из Майами в Лос-Анджелес, среди других машин, стоял и небольшой серебристый Порш 550 Спайдер. На крыле автомобиля красовалась надпись «Маленький ублюдок». Это был самый известный Порш из всех существующих, машина-легенда, машина-убийца, за которой тянулся длинный шлейф человеческих жизней. Джеймс Дин был поистине красивым и талантливым актером. И в вечер пятницы он даже подумать не мог, что предсказание коллеги по цеху Алекса Гиннеса сбудется с такой филигранной точностью. А он сказал следующее, «Если вы сядете за руль этой машины, то ровно через неделю будете мертвы». Джеймс не послушал его. Но ровно семь дней спустя, в пятницу, 30 сентября, когда стрелки часов приблизились к десяти, СМИ сообщили о гибели молодого 24-летнего актера. Изуродованную машину своего погибшего кумира купила Анжела Перри, миллионерша из Техаса. Она вложила в реставрацию огромную сумму денег и душу. Но когда женщина решила съездить на место гибели Джеймса, точно так же, как и Дин попала в аварию, сломала шею и умерла, не приходя в сознание. После этого даже остатки маленького ублюдка убивали людей в автомастерских, то резко воспламеняясь, то падая на рабочих. Даже его покрышки, установленные на другую машину, стали причиной инвалидности человека, а его двигатель принес смерть гонщику-любителю. В 60-м году Порше бесследно исчез. Говорят, что с тех пор безлунными ночами он колесит по дорогам в поисках новых жертв. И многие видели серебристый Порше с надписью «Маленький ублюдок на крыле». Главное, не поддаваться искушению прокатиться, когда он притормозит поблизости. Купив автомобиль, вы на самом деле покупаете часы, которые начинают отсчитывать оставшееся время вашей жизни. Возможно, в некоторых случаях это правда. Благодарю вас за просмотр и напоминаю о спонсоре этого выпуска Академии Покера, в которой ребята обучат вас всем тонкостям этой игры. Стань независимым от работы и зарплаты. Учись играть в покер, а Академия Покера научит тебя зарабатывать деньги игрой стабильно и без риска. А всем подписчикам канала бонус и индивидуальные занятия в подарок. Ссылка в описании к видео. Не забудь поставить свой таинственный лайк и подписаться на канал. Академия Покера